Коронавирусная инфекция для многих людей не проходит без последствий. Каждый десятый переболевший отмечает изменения в своем организме после недуга. Заведующий анестезиолога реанимационным отделением Видновска района и клинической больницы Александр Плиев рассказал, что многие пациенты переносят ковид с осложнениями. В отделении реанимации поступают люди в критическом состоянии, в крайне тяжелом состоянии, нарастающие дыхательные недостаточности, когда уже в инфекционном обычном отделении доктора, наши коллеги не могут справиться. К сожалению, да, в последнее время очень много осложнений коронавирусной инфекции, тяжелых гневмоний, системные тромбозы, которые, к сожалению, заканчиваются летальными исходами. Очень много молодых в последнее время появилось пациентов. Врачи ВРКБ отмечают рост числа зараженных ковид-19 среди молодежи. Также медики сообщают, что у многих молодых людей наблюдается тяжелое течение болезни. Очень много пациентов в последнее время молодых появилось, которые тяжело болеют, попадают на искусственные вентиляции в росте. И, к сожалению, среди погибших тоже есть молодые люди. Иручные, конечно, люди пожилого возраста, 165 плюс. Александр Плиев считает, что единственная возможность снизить рост заболеваемости – это массовая вакцинация. Я сам накануне вакцинистом. Первый этап вакцинации прошел неделю назад. Принялся относительно удовлетворительного. Раньше я относился фактически к вакцинации от коронавирусной инфекции. Но теперь, люди результаты, я рекомендую вакцинировать. Напоминаем, что на территории муниципалитета пункты вакцинации работают не только на базе медицинских учреждений, но и в крупных торговых центрах. Не забудьте сделать прививку и защитить себя от ковида. Продолжение следует...